Всем привет! С вами Берсик, и в этом видео я сделаю обзор на воздушную Хоулин Вульф из коллекции Гул Фэр. Кукла выпущена в узкой коробке бюджетного типа. На черном фоне присутствует красный декор. Это символы коллекции, связка воздушных шаров, в виде черепка Бонстер Хай с бантиком, глазного яблока и сердечко. Рядом билетик с черепком, а внизу пышная сладкая вата. На арте Хоулин держит в руках воздушный шарик. Одна из ее бровей вздернута, а вторая угрюмо изогнута. Честно говоря, выражение лица какое-то странное. И, кстати говоря, на этом арте Хоулин выглядит очень взрослой. Внизу указано имя героини и ее происхождение, дочь волка-оборотня. Рядом название коллекции Гул Фэр и ее логотип, два билетика с черепками. На боковинке указано имя героини, ее арт и герб школы монстров. На задней стороне коробки крупный портретный арт, на котором Хоулин выглядит все такой же потерянный. Под ним указано, что это кукла Хоулин Вульф. Далее небольшое описание коллекции и роль Хоулин в этом мероприятии. Купи шарик у Хоулин Вульф, и сердце того, кому ты его подаришь, точно растает. Внизу по традиции герб школы монстров и девиз. Рядом символы коллекции. На дне коробки указано, что кукла сделана в Китае. После снятия блистера можно как следует рассмотреть арт. Задник сюжетный, и это не что иное, как школьная ярмарка при свете коварной луны. Тут можно заметить большое количество воздушных шариков, один из которых находится в паутинной чашечке, как из плейсета Фрик Душик. Около ног куклы можно заметить баллон с гелием и два воздушных шарика. Рядом с ярмарочной палаткой Хоулин размещается палатка автомойки Скары. Под ногами куклы располагаются ярмарочные принты, как на передней стороне коробки. Рядом небольшая съемка со съемными частями тела. Так как кукла бюджетная, то в комплекте с ней нет ни расчески, ни подставки. Зато есть воздушный шарик. Хоулин моя вторая кукла из коллекции Гул Фэр, или по-русски ярмарка монстров. Из моего обзора на Скару с ведром вы можете узнать подробно об этой коллекции, о ее связи с Фрик Душик и многом другом. В этом видео мы с вами сразу перейдем к изучению роли Хоулин в этом мероприятии. Итак, на школьной ярмарке, цель которой собрать средства для спасения занятий танцами, Хоулин продает воздушные шарики. Это занятие не такое простое, как кажется на первый взгляд. Нужно уметь обращаться с деньгами и хорошо считать. К счастью, любимый предмет Хоулин в школе монстров это математика. Также в этом занятии не помешает креативность. Обычные шарики для мира монстров слишком скучны. Вообще, мне кажется, что Хоулин выбрала именно этот вид активности, потому что она такая же легкая на подъем и яркая, как воздушные шары. Ее образ в этой коллекции, хоть и максимально простой, по факту на кукле только платье и обувь, но при этом он очень веселенький и идет Хоулин. Молд и печать типичные для Хоулин, но с картошкой, пухлые губки. За эту сладкую мордашку я и полюбила героиню. В отличие от других выпусков, у этой Хоулин радужка глаз не оранжевая, а желтая. На глазах черная подводка. Черные длинные ресницы есть вверху и внизу. Макияж достаточно простой в цветах аутфита куклы. На подвижном веке голубые тени. Далее идут светлые, едва заметные розовые. Они обрамляют глаз. Макияж глаз на арте несколько иной, в том числе присутствуют сиреневые тени под глазом. Макияж в мультфильме также отличается от кукольного. Коричневые брови длинные и с заметным изгибом. Губы окрашены в нежно-розовый цвет. На нижней губе присутствуют характерные для Хоулин волчьи клыки. Волосы героини на этот раз однотонно-розовые. Они разделены на прямой пробор, который заканчивается на затылке. Волосы средней длины, а на концах сформированы крупные кудри. Прическа закреплена лаком, поэтому в некоторых местах волосы на ощупь твердые, особенно в районе пробора. Смотрится такая прическа не очень естественно. Плюс ко всему, в коробке она примялась и с задней стороны вовсе выглядит неэстетично. Это напомнило мне ситуацию со Скарой Комик-Кон. Только в отличие от Хоулин, там были плотно залаченные кудри в стиле 60-х. Здесь прическа весьма неопределенная, поэтому для придания образу естественности я лучше Хоулин расчешу. Оказалось, что у этой Хоулин очень много волос. Теперь прическа выглядит объемной, волосы приятные на ощупь, мягкие. И я хочу отметить, что у этой куклы очень хорошая прошивка. Эффекта жирности на волосах нет, при этом голова очень твердая, а это значит, что в ней есть клей. Кстати, в мультфильме у Хоулин часть волос у лица собрана в высокий хвост. Сами волосы длиннее, чем у кукольной версии. У куклы нет каких-либо украшений. В ушке есть имитация дырочки, но сережек нет. Руки Хоулин по традиции застыли в хищном жесте, на ощупь пальчики мягкие. На кукле короткое платье простого силуэта по фигуре, одна лямка которого выполнена из голубой мягкой сетки. Платье выполнено из гладкой мягкой ткани, приятной на ощупь. По подолу идет черная кайма. Платье покрывает забавные кутерьма принтов. Это розовые и голубые воздушные шарики, сердечки, черепки с бантиком, губы с клыками, крестики, летучие мыши, облака с молниями, герб школы монстров, речевые облака в комиксном стиле и, наконец, различные надписи. Все это размещено на розовом, голубом и фиолетовом фоне. Среди надписей удалось распознать О май гад, о боже мой, кьют, мило и фрики фэб, сумасшедше, потрясающе. Платье на черной липучке до талии и легко снимается. Обувь Хоулин это ботинки на высокой танкетке с декоративными прорезями с передней стороны. Из выпуска в выпуск Хоулин остается верной подобному фасону обуви. Ботинки однотонно голубые, к сожалению, без выделения деталей. Танкетка по периметру подошвы украшена шипами, которые напомнили мне шипы на поясе Хоулин из коллекции 13 желаний. Сбоку на ней заметен рельеф отпечатка волчьей лапки, символа вервульфов. Далее в глаза бросается объемный рельеф связки из трех воздушных шариков, которые смотрятся очень мило. Носик обуви украшает ряд крестиков внизу, край с небольшими шипами. Над прорезью идет область с ремешками в два ряда с прямоугольными бляшками. На поверхности заметны булавки. Верхний край обуви также с небольшими шипами. Обувь выполнена из резины, с задней стороны есть разрез для удобства снятия. На подошве никаких рельефов нет. Обувь, как это частенько бывает у Хоулин, очень устойчивая и позволяет ей стоять без подставки. Шарик выполнен из пластика приятного оранжевого цвета. Он словно перламутровый. Так называемая веревочка изогнута красивой волной. Имеется держатель для руки куклы. Сам шарик полый и легкий. Он выполнен в виде объемного черепка Монстер Хай с бантиком. Причем обратите внимание, что это не обычный черепок, а черепок в цирковом стиле. Шарик и веревочка представляют собой единое целое. Их нельзя разъединить. При этом цвет веревочки чуть светлее, чем цвет шарика. В мультфильме Хоулин появляется со связкой разноцветных шариков в руках обычной формы. На них изображен герб школы монстров. Шарик в виде черепка с бантиком в мультфильме не фигурирует. Закрепить аксессуар в руках куклы не так-то просто, несмотря на наличие держателя. Это можно сделать лишь с опорой на что-то, например, на ее волосы. Без опоры шарик в руке не держится. Мы с Хоулин надеемся, что от этого обзора вы получили заряд легкости и позитива. Я очень рада, что моя коллекция Хоулишек пополняется, потому что это один из самых любимых моих персонажей. Чаще улыбайтесь, любите котиков и воздушные шарики. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!